Остапан 13 ассирийских отцов Пятая серия Тадеос де Бантминдели Опять серый асфальт летит под колесом, и мы мчим в сторону одного из древнейших городов, ныне села Урбниси. Он зародился едва ли не в каменном веке и потерял свое былое величие в 736 году, во время арабского нашествия Мирвана Глухого. Сейчас Урбниси – это село Карельского муниципалитета региона Карфли, в 10 километрах западнее города Гори. Археологические исследования показали, что данная местность была заселена уже в третьем тысячелетии до н.э. Поселение росло и в IV веке до н.э. стало городом с процветающей торговлей и культурой. В IV веке н.э. в Урбниси несколько месяцев жила святая Нино, изучая язык, нравы и быт местного населения, перед тем, как отправиться в Лицхет. В VI веке Урбниси пришел преподобный отец Тадеос. Из всех 12 учеников святого Иоанна Задазнели, святой Тадеос, он же Мтате Мамебели, был самым любимым учеником и ближайшим соратником. Когда верующие устремились в горе Задазене, святой Иоанн поручил построить у ее подножья, там где сейчас находится Сагурама, монастырь и поручил его Тадеосу. Монастырь был полон монахов, они шли в горы, где еще оставались язычники, проповедовали, крестили и обращали их в христианство. После смерти Иоанна Крестителя Тадеос покинул монастырь, оставив его на попечение святого Ильи Дьякона, а сам отправился в горы с крестом и евангелием. На своем пути он построил множество церквей, среди которых знаменитая церковь святого Стефана в городе Урбниси. То есть именно Тадеос Тепан Сминдель основал Урбнинский собор. После длинной дороги праведника Тадеос решился на строительство еще одного монастыря. Он выбрал место на слоне высокой, покрытой лесом горы Цлеви над рекой Рихула. Долгое время он жил в маленькой пещере. Многие приходили к нему послушать его проповедь и оставались рядом с ним. Блаженный Тадеос никому не отказывал. Вскоре все пещеры заполнились иноками. Святой отец увидев, что вместить всех пещер не способны, решил построить монастырь и еще одну церковь святого Стефана. Сегодня монастырь Тетрахеви и церковь сильно разрушены. Блаженный Тадеос о нем говорят образ чистой правды и веры. Не покинул свою пещеру и оставался в ней до самой смерти. Похоронили его в церкви. Храм святого Стефана в Урбнисе или Урбнинский Сион занимал очень важное место в грузинской истории. Монастырь и храм святого Стефана вместе с находящимися недалеко храмом Руиси известны тем, что в 1103-1104 годах царь Давид IV строитель созвал здесь поместный церковный собор для решения проблем в духовной иерархии грузинского царства. Это событие вошло в историю как Руиса в Урбнинский собор. Хонологический храм появился тогда же, когда и Кацаретская базилика, и они очень похожи. Крупные каменные блоки, выпиленные из песчаника, хорошо видны сейчас в нижней половине собора. Храм неоднократно разрушался и восстанавливался. Вся кирпичная верхняя часть собора – это последствия реконструкции 1668 года при царе Бахтанге V. Монастырь Тетрахеви находится в дальнем, непосещаемом углу Тетрахевского ущелья, на горе Цлеви, около города Каспий. Церковь представляет из себя руины. Внутри в южном притворье в ящике собраны человеческие кости. Говорят, что Тадеоз был погребен в пещере у основания храма, но где именно – неизвестно. Возможно, это останки Тадеоза Степанзмендели. В восточной церкви есть следы водопровода. К югу обнаруживается колодец. Само название Тетрахеви переводится с грузинского как «белое ущелье». И связано это с обилием известняка, который придает местности белый цвет.